Как вы относитесь к QR-кодам? QR-кодам это очень сложный вопрос на самом деле. Если человек сознательно пошел на его приобретение, то есть на вакцинацию, то я аплодирую стоя такому человеку со взвешенным его решением. Если вынудили, если человек останется без хлеба, если он привьется, то это очень плохо. А если в магазины и в автобусы не будут пускать без QR-кода, что делать человеку? Вот не хочет он вакцинироваться? Это очень сложный вопрос. С текущей ситуацией, я думаю, все-таки нужно находить. Пусть тогда переводят людей на удаленку с сохранением заработной платы. Что же нам делать с теми людьми, которые не хотят вакцинироваться? Это их личное мнение. А если не пускать их в магазины, в автобусы? Ну что значит? То надо страну менять. Менять и уезжать отсюда. Как это не пускать? Свобода человека. Он должен туда ходить, туда идет. А если такой закон примут? Ну не знаю. Не хочу ничего говорить, но этого не должно быть. Как это людей не пускать? Не хочет человек вакцинироваться. И что теперь? Да, вот вопрос такой. QR-коды, как вы к ним относитесь? Ну я отношусь положительно, потому что все равно, как бы там ни было, это за руминацией. Поэтому если ты не хочешь прививаться, не хочешь заботиться о себе, это твое личное дело. Поэтому будь добр, не посещая общественные места. А что делать с теми людьми, которые настойчиво не хотят вакцинироваться? Ну я же еще раз говорю, там вот. Ну значит, тогда пускай там они живут в своем собственном мире. Как вы думаете, а если таких граждан взять и отправить на Луну? Зачем? Что они там делать будут? Ну а что им здесь делать? В магазине не пустят, в автобус тоже. Ну сейчас очень много сервисов доставки еды, всего медикаментов. То есть можно существовать абсолютно без выхода из дома. Полноценно существовать. Есть интернет тот же. Ну я не... Выйти на балкон, подышать воздухом. То есть такие перспективы вы советуете таким людям? Нет, я абсолютно не советую. Я ищу альтернативы. Я предлагаю альтернативы в случае подобного рода... А как же Луна? Вот Рогозина попросите. Я, честно говоря, новости с политикой я на вы. Новости не читаю. Не знаю, кто такая Рогозина, но считаю то, что на Луну это крайняя мера и пусть летит сама. Это он. А это он, тем более. Спасибо. А вы уже снимаете? Не знаю, как отношусь. Сомнительно. А как вы относитесь к тому, если у кого не будет этого кода, не будут пускать, допустим, в автобусы или в магазины? Это плохо, конечно, будет. Надо, чтобы они у всех были. А если люди не хотят, что делать? За спорный вопрос. Люди разделились на два лагеря, поэтому очень сложно об этом судить. Вы за какой лагерь? Я еще не приняла решение. Наверное, за... Против, наверное, все-таки. Что делать с людьми, которые не хотят вакцинироваться? Не знаю, что с ними делать. Ничего. Если они сами не хотят. А если их не будут пускать в магазины, в автобусы? Да, такого быть не может. Это все, я считаю, неправильно. Люди-то разные, понимаете? У всех иммунная система тоже разная. Может быть, для них сделать отдельные общественные транспорты и магазины? Я не думаю. Давайте вернемся к Гитлеру, как он вакцинировали, как они там кололи людей. Давай к этому вернемся, к фашизму. И делать, что люди как скот, они и сейчас как скот. Хотя хотят вакцинировать, хотят, что хотят делать. Поэтому... А мы не к этому сейчас движемся? К этому движемся. Что хотят всех сейчас завакцинировать. И, ну, это... Нет, я не против там вакцинации как таковой. Ну, каждый человек должен решать сам, делать ему или нет. Но дело в том, что вы же понимаете, что человека провакцинировали, он должен сидеть дома две недели дома. Правильно? Правильно. Вот. А у нас же провакцинировали, и человек выходит на улицу. Он начинает заражать остальных. То есть это для чего делается, чтобы все заразить и все. А вот смотрите, вакцинация в стране идет ударными темпами, а мы на первом месте по смертности. Потому ударными темпами, потому первое место. Потому что вакцинируют, они заражают остальных, кто был, не болел. Вот они заражают всех людей. Они заражают. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.